Украинцы каким-то образом добрались и это просто невероятно и уничтожили абсолютно уникальную российскую радиолокационную станцию. Эта станция называется Предел Е. Ее стоимость 200 миллионов долларов. И это новейшая станция, не советская, а новейшая, которая была построена в 1923 году. То есть вот в этом году она была построена. Показан ее прототип еще в 1921 году на 10-м военно-морском салоне. Это мобильная береговая загоризонтальная РЛС повышенной скрытности. Может быть она повышенной скрытности, но от ВСУ ей скрыться не удалось. Радиус действия 400 километров. 400 километров. Огромный радиус. Благодаря какому-то супер физическому эффекту, который называется волновод испарения. И этот вот Предел Е разработан для оснащения береговой системы мониторинга надводного и воздушной обстановки на расстояниях превышающих радиогоризонт. Вот. И вот используют активные фазированные решетки АФАР, другие технологии. И в общем, ну как бы самая-самая крутая станция береговая из тех, что у России есть в принципе сейчас. Вот. Гигантской абсолютно стоимости. 200 миллионов долларов. И вот 200 миллионов долларов, а украинцы сделали вот это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... По аэродромам, РЛС, всему тому, что может потом мешать их использованию Ф-16. И это действительно очень-очень круто. Круто. Это очень круто. Поэтому поздравляем наших дорогих коллег-украинцев с этим действительно серьезным успехом. Ну а кроме этого успеха, повторяю, идет продвижение. Продвижение на левом берегу Днепра, продвижение там в районе Токмака. То есть основное направление наступления юг, сообщает Министерство обороны Украины, а также Бахмутское направление. Вот у них как бы два таких направления. Продвижение есть, но километраж и конкретику пока не дают. То есть обычно в Украине уже дают такую информацию, когда населенный пункт полностью взят. Но за сутки россияне потеряли на Таврическом направлении 327 солдат и 34 единицы техники. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский. В частности 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, минометы, РСЗО одно и 16 единиц автомобильной техники, 2 единицы специальной техники, 2 склада боеприпасов. Ну нормально, то есть идет работа, идет работа.